Младшие школьники у нас в городе вновь за партами. Им разрешили вернуться к нормальному обучению. Но большинство классов по-прежнему на удаленке. Большинство кабинетов, как и прежде, пустует. И мы продолжаем рассказы о школе времен ковида, чтобы запомнить, как все оно было. У второй основной школы Венсплса, как у всех, сплошные компьютеры, интернет, 354 школьника на удаленном обучении. Если кто не понял, это эксперимент. Изучение свойств углекислого газа, а заодно и жизнедеятельности дрожжей. Илза Букела провела этот эксперимент на собственной кухне и записала для учеников. Илза преподает во второй основной школе математику, информатику, инженерные знания и физику. Говорит, большим подспорьем в удаленной работе стала платформа Microsoft Teams, позволяющая объединять предметы, уроки, задания в одном месте. Этой платформой, включающей в себя прикладные программы Word, Excel, PowerPoint, управление образованием еще осенью обеспечила все школы города – и учеников, и учителей. А дигитальный центр объяснил педагогам, как ею пользоваться. Работа в школах более или менее наладилась. Учеба идет. Но, по мнению Илзы, дети все-таки не осваивают предметы так, как при очном обучении. Если во время обычного занятия я сразу вижу, кто не понял объяснение, и тут же помогаю ребенку, то при удаленном обучении нет такой возможности. Они присылают свои работы, я исправляю. Но все равно остаются недоговоренности. Я радуюсь, когда прямо во время онлайн-урока они просят – помогите, объясните. Я не понимаю. Это высший пилотаж. На обычном уроке с этим нет проблем. Они поднимают руки, задают вопросы, да я по глазам вижу, поняли или нет. А удаленно совсем другой контакт. И детям трудно. Конечно, трудно. Понятно, что без посредничества родителей наладить удаленную учебу вообще было бы невозможно. Особенно в случае с младшими классами. Мы не сомневались, что услышим благодарственное слово в адрес родителей. И услышали. Мне очень повезло. Я классный руководитель в седьмом классе. И в этом классе фантастические родители. Они понимают, насколько все трудно. Им самим трудно. Однако они очень поддерживают и помогают. Мы часто сидим по вечерам вместе. Я – родители, ребенок. И я объясняю материал. Есть ребенок, которому я регулярно по субботам дополнительно объясняю материал. И всегда рядом сидит отец, за что я безмерно ему благодарна. Ведь дети смущены, выбиты из колеи. Им нужна помощь. Понятно, что и родители взволнованы. В какие-то мгновения нервы у них не выдерживают. Но в конце концов нам удается решать вопросы мирно, без большого стресса. Что касается преподавания иностранных языков, по мнению учителя английского языка Байба Яунземе, тут особенно больших потерь в связи с удаленкой нет. Удается и грамматику объяснить, и фонетику, и диалоги отработать. Но это аспекты, касающиеся предмета. Другое дело, эмоциональная составляющая. По словам Байбы, под конец учебного года, именно в последнее время у детей стали наблюдаться нервные срывы. Кто-то обращается к школьным психологам, кто-то справляется сам. С одной стороны, они втянулись в процесс. Понимают, как получать задания, как отправлять. Они привыкли к онлайн-урокам. Но с другой стороны, это тянется уже с осени. Это эмоционально сложно. Поэтому они устали. Очень важно говорить с детьми, постоянно общаться. Есть классные часы. И вот я вижу, какой-то ребенок выглядит печальным. А другой заявляет, мне все надоело. Значит, надо перезвонить. И тому, и другому. Надо выяснить, что происходит. Быть может, у них не получается выговориться дома. Так пусть поговорят с учителем. На мой взгляд, очень важно проговаривать проблемы. И если я узнаю про их боль, я постараюсь помочь. А сейчас вы улыбнетесь. Точно улыбнетесь. Хотя преподавателю физкультуры Анжелике Шилберге во время онлайн-занятий не до смеха. Физкультура на удаленке, равно как удаленное пение или музицирование, о которых мы уже рассказывали, это что-то запредельное. С 29 марта в Энспилсе и в Энспилском крае разрешено проводить для учеников средних и старших классов два совместных урока в день, но только на свежем воздухе. В первую очередь это касается, конечно, физкультуры. Так что сейчас Анжелика наверняка встречается с учениками уже на улице. Как рассказала нам директор второй основной школы Синтия Бирзиня, педагоги вообще частенько специально дают занятия, связанные с выходом на улицу, просто для того, чтобы дети подышали свежим воздухом. Очень часто дети жалуются и нам, и родителям, что они устали от экранов компьютеров, на которые вынуждены смотреть с утра до ночи. И мы придумываем какие-то занятия на воздухе, на природе. Это важный момент, тем более сейчас, когда пришла весна. Ведь эмоциональное состояние детей сильно влияет и на желание учиться, и на конечный результат этой учебы. Мы очень, очень ждем тот день, когда все школьники вернутся в школу. Мы очень соскучились по своим детям. И кроме того, конечно, есть темы, которые чрезвычайно сложно объяснять ученикам удаленно. Интересный момент. Никто из педагогов не пожаловался нам на то, как трудно сейчас им. Им самим. А ведь очевидно, что трудно. Однако справляются. И благодарность им за это великая. Надеемся, услышим ее от учеников и родителей, с которыми будем говорить в следующий раз.